Доброго времени суток, мои дорогие! Вы на канале Магия Мира, меня зовут Наталья Абдоленкова, и сегодня я расскажу вам об одном из персонажей славянской мифологии, о Бабе-Яге. А все ли задумывались над тем, как попала в сказку Баба-Яга? Почему она ест маленьких детей? Почему живет одна в темном лесу? Кто вообще ее придумал? Кто ее родители? Это вымышленный сказочный персонаж? А может быть Баба-Яга это мифологическое существо? Так кто же на самом деле Баба-Яга и откуда она появилась в русском фольклоре? Страшная ведьма Баба-Яга коротает не один век в избушке, стоящей в темном лесу. С одной стороны, Яга поджидает детей, чтобы изжарить их в печи. С другой, это старуха, за помощью которой обращаются добрые молодцы, заплутавшие путники. Надо сказать, образ этого персонажа происходит из глубокой древности. Конечно, время сильно потрепало, изменило героиню нашего сегодняшнего рассказа. Однако, давайте сначала отправимся в далекое путешествие, когда Яга, точнее тогда еще Ягиня, была молодой, красивой и статной девушкой. Древние славяне верили в три уровня бытия. Явь, навь и правь. Это три уровня бытия, три мира, разделены непреодолимыми границами и в то же время существуют всегда вместе и нераздельно. В миропонимании славян это три мира, где живут люди, духи и боги. В общих словах, Явь наш видимый мир, в котором мы пребываем в физическом теле, который также называется явным. Навь это загробный мир, где живут духи, души людей после смерти и другие сущности. Правь это мир, где живут высшие светлые боги. Кроме того, правь это законы мироздания и законы человеческие, данные нам, нашими богами. Но об этом я расскажу как-нибудь отдельно, более подробно. Сейчас же вернемся к нынешней теме. В словенской мифологии Ягине приходилось дочерью Вию, властелину срединного царства Нави и имела пропуск в верхнее царство Явь. Матерью была Макошь, являющаяся старшей из трех богинь судьбы. Девушка вечно оставалась молодой и не уступала по красоте своим сестрам Ладе и Диване. Считалось, что она была сильным воином, но в разборки богов не вступала принципиально, считая воины низменным занятием для божественных существ. Отец не мог водить Ягиню замуж, потому что богиня лунного пантеона поставила условия. Она согласится на брак только с тем, кто ее одолеет. Победил в поединке строптивую девку Навыдыни мудрый бог-оборотень, покровитель искусства Велес. Славяне очень любили Ягиню. Она подходила могучему Велесу, как спутница жизни во всех его воплощениях, которые они пережили. Вот что сказание нам про их встречу рассказывает. Ягиня хозяйкой границ была и хранительницей земель явных. Без ее ведома ни одна душа в лес вступить не могла. Не могла Макошь, дочь свою своевольную, долго замуж выдать, потому как уговор у нее с ней был такой. Только тот, кто в бою честным и равным одолеет богиню молодую и станет ей мужем любимым. Много кто сватался к прекрасной Ягине, да только сердце девы не лежало никому, словно часа своего она ждала. И дождалась, когда сам Велес встретился ей на пути. По землям ее ступал, да только не силой своей врата открыть хотел, а как положено приглашением хозяюшки. И бились они, да только не насмерть, а на любовь, потому как Ягиня все знающе знала, что судьбой ее готова быть вечной и верной супругой для Велеса. И поселились Велес и Ягиня на границах миров. И от дома их не вытянулись корни всех растений на земле и текли все реки. Ягиня по меркам, как женщина многих богатырей и мужчин-духовников превзошла. Она сумела пройти свое внутреннее заменение так, что приобрела навык хождения между мирами, как будто бы из спальни в горницу сходить. Есть такое поверье, будто бы только мужчины могут это делать. Но неоднократно мы видим обратное. Есть женщины, которые становились богинями. Ягиня, богиня путей в мире Яве. Похоже, отголосками этого образа мы видим в портрете лесной старухи-отшельницы. Славянские племена и рода вспоминают Ягиню вместе с великим и мудрым Велесом с 10 по 16 февраля. Ягиня предстает красивой женщина, на которой надеты золотые башмачки скорохода, светлая чистая одежда, русские косы, русые косы заплетены и убраны под славянскими украшениями. Ее неизменными атрибутами были не только колобочек, клюка и деревянная ступка, что представлено в поздних русских сказках, но также яблок на тарелочке, показывающие, что творится в округе. Дружба с птицами, филинами, совами и животными, что в чаще лесной обитают. Ягиня была прозвана матушкой именно за безмерную любовь к детям. Наши предки, славяне, считали, что после очередной Великой войны между разными родами осталось много детей-сирот. Наступали тяжелые темные времена царствования злых сущностей, невежество, морока и вражды. Перед наступлением этой страшной эпохи Ягиня стремилась забрать свой скид как можно больше сирот славянского рода и рода русичей. Там она уже обучала их ведам и тем знаниям, коими сама и обладала. Богиня делала все, чтобы ее детей не коснулось невежества новой эпохи времен. По легенде, матушка Велеса была Амелфа, дочь небесной коровы Зимун. Она и извела красавицу Ягиню. Богиня настигла проклятие ирийских богов и превратилась Ягиня в древнюю старуху. Вернуть былую красоту не помогала даже душ людей, которыми она питалась. Эта страшная старуха, коротающий век в избушке на опушке леса и поселилась позже в русских сказаниях. Также древняя славянская мифология достаточно верно описывает историю старения Ягиня. Например, существует легенда, согласно которой Велес по наущению Ягиня выкрал небесных коров исправе. За это боги прогневались на Ягиню и проклили ее, в результате чего бессмертная и вечно молодая красавица превратилась в ужасную старуху с костяной ногой. И как бы она ни старалась, о молодости красоту она вернуть не могла. Благодаря душам смертных она ненадолго обретала былой облик, но это был лишь кратковременный эффект. Так красавица Ягиня стала Баба-Ягой, закрепившейся в русском фольклоре. Теперь поговорим о жилище Бабы-Яги. Избушка на курьих ножках является символом проходной в потусторонний мир. Исследователи рассматривают два варианта происхождения жилища именно такой конструкции. Возможно, курьи это изменившееся слово курные. В древности наши предки строили для умерших дома смерти, которые возвышались на куренных дымом столбах. Возводимые такие постройки и на древних пнях, чьи корни и правда были похожи на куринные ноги. Чаще всего избушка была обнесена частоколом, украшенным цветящимися в ночи черепами, ярким символом границ между миром живых и мертвых. Двери домиков смерти смотрели в лес, а если заглянуть внутрь, то можно было увидеть ноги покойников. Вероятно, поэтому к имени Бабы-Яги добавило словосочетание «костяная нога». Некоторые качества персонажа говорят о том, что обитательница леса была знахаркой, живущей вдали от людей, как и все ведуньи. Слово «яга» происходит от язя или яза, болезнь, немощь, постоянное желание старухи поджарить гостей избушки в печке, напоминает о языческом обряде лечения младенцев. Ритуалом припекания не обрезговали родители маленьких детей. Раньше знахарки заворачивали малышей в тесто, помещали на хлебную лопату и три раза засовывали в топившуюся печь. Затем тесто скармливали собакам, считая, что болезнь ребенка должна перейти в него. Многие думают, что костяная нога приписывается бабе и гея исключительно для создания более устрашающего образа. Однако немало и таких людей, которые в курсе, что старушка сия – страж границы между мирами живых и мертвых, между явью и навью, являясь символом связи как со смертью, так и с жизнью. Она одновременно и жива, и мертва именно в силу пограничья. Из этого следует сделать вывод о том, что бабуся, что называется, одна ногой здесь, другой там. Поскольку у современного человека скелет ассоциируется со смертью, то костяная, то есть не облеченная плотью конечности является признаком мертвого. На самом деле все обстоит несколько сложнее. То есть такая позиция верна и ошибочна одновременно. В общем, сплошные дуализмы. Обратимся к традициям разных племен и народов. Во многих сибирских племенах, например, успешно практиковали такой обычай. Усопшего шамана или шаманку хоронили несколько раз. Сначала укладывали на высоком помосте или привязывали головой вверх к стволу верхней части дерева, а через три года собирали кости и хоронили в кургане, ну или реже сжигали. Для шаманов до сих пор считается очень важным, что погребение производилось без плоти, а скелетную часть вносились изменения, например, добавление хрусталиков в позвоночник или особой косточки. Трупы родовых членов племени после сгнивания на открытом воздухе переносили либо туда, где они жили раньше, либо в небольшую пристройку из коры рядом. Через некоторое время хоронили в общей могиле. Любопытно, что аналогичный образ существовал и в американских ракезах. Много сами хоронили детей и подростков завернутыми в шкуру или положенными в деревянный ящик, помещая на вершину столба высотой в человеческий рост. В некоторых районах Японии умершего человека в древние времена хоронили, а по прошествии определенного времени их сгумировали, чтобы перезахоронить кости. В далекой Австралии сооружали постройки наподобие могильных домиков русичей. У ряда монгольских племен была выделена специальная природная площадка, куда укладывали покойников на сиденье хищникам, а потом собирали кости и устраивали погребальный ритуал. Зооастрийцы тоже помещали посмертные ложи таким образом, чтобы плоть умершего склевывали птицы и похоронный обряд совершали исключительно с оставшимися после птичьей трапезы костями скелета. На русском севере несколько лет назад археологи обнаружили курган, в котором костные останки человека были расположены внутри, так сказать, в очреве обгоревшей до углей деревянной женской фигуры, очень больших размеров, длиной около 4 метров. Нам сегодня это может показаться дикостью, но не стоит торопиться выводами. У подобных действий имелась своя философия и идеология. В древние времена люди иначе воспринимали понятие бренности существования и ее антиподы вечности. Плоть являлась временной оболочкой, а кости, в отличие от нее, связаны с понятием воскрешения и перерождения души. Таким образом, костяная нога бабы-яги есть не что иное, как демонстрации причастности к вечному, а не только в противоположности жизни и смерти. Ведь предки наши глубоко верили в посмертное существование, иначе не оказалось бы столь живучими предания о реках Скикс и Смородине. И, кстати, не часто, но все же встречались сказки, в которых нога у лесной бабуси была золотой. Надо сказать, что согласно древнейшим поверьям индоевропейцев, как раз в стопе заключалась живая душа человека, точнее, в особой маленькой косточке, расположенной там и спрятанной под плотью. Отсутствие плоти в ноге указывало на то, что обладательницей подобной конечности был не человек, а дух. Более того, знаменитые тридевятые царства есть не что иное, как мир верхнего подземного мира в праве. Так, например, многие гости приходят к бабе Егей изначально, она запугивает их, проверяет на выдержку духа, на целеустремленность, а после, если герой докажет, что он достоин, помогает ему, сначала парит в бане, что может сравнить с ритуалом омывания, а после кормит. Также можно это воспринимать как покойницкий обед. Получается, что после встречи с бабой Егой, герой оказывается в положении самой бабы Егей, которая в народе преобразовалась в поговорку «не жив, не мертв». Однако именно после бабкиных ритуалов герои сказок добирались до заветного тридевятого царства. Летает баба Ега в ступе, которая очень похожа на колоду, как прообраз гроба. След за собой заметает помелом. Раньше был обычай, когда покойника везли на санях в последний путь, за ним заметали санный след, чтобы не вернулся он в мир живых. Почему летает? Да потому что мертвые не ходят, их носят, а душа их летает. К тому же баба Ега ничего не видит, у нее нет человеческого зрения. Фу-фу, говорит она, русским духом пахнет, но у нее другое зрение, она видит будущее. Раньше у славян был обычай. После смерти человека, когда душа еще не определилась, где ей жить, нужно было жилище, душе определить. Для этого делали ритуальную куколку. Домик для нее ставили на срубленное дерево. Водка, опять-таки, избушка на куриных ножках. Корни, как всегда, были похожи на куриные ноги. Избушка без окон, без дверей. Мертвым не нужны окна и двери. Был только вход, куда клали подношения. У северных народов, кстати, до сих пор сохранился такой обычай. В 2004 году в село Кугобой Ярославской области было объявлено родиной Бабы-Яги. Там же решили открыть музей Бабы-Яги. На 10-15 километров вокруг села были непроходимые. Ну и сейчас есть непроходимые леса. Если уж и жила на свете Бабы-Яга, то непременно здесь. Так родилась идея назвать Кугобой родиной сказочной ведьмы, развивать деревню как туристический объект. Ну, как всегда, Русская Православная Церковь выступила с резкой критикой этого начинания. Местные священнослужители обвинили сказочную старушку в сатанизме. Противостояние Русской Православной Церкви и музейных работников длилось несколько месяцев. Организаторы проекта решили в итоге перенести избушку в самую чащую лесу, подальше от глаз верующих и поближе к сказке. То, что интерес к Бабе-Яге не утихает, то, что она так разнообразна и в литературе на экране, еще раз доказывает, на мой личный взгляд, что Баба-Яга – это не чисто отрицательный образ. Она совмещает в себе и положительные черты характера. Ну, и не очень, и даже смешные. И это опять говорит о реальности ее образа. Таким образом, можно предположить, что Баба-Яга – это не один единственный персонаж, а собирательный образ всех жриц славянских племен. При этом эти жрицы в наши дни вполне можно назвать знахарями, ибо они в точности владели знаниями о волшебных свойствах растений и при необходимости использовали их на благо людям. Также отсюда можно сделать вывод, что Баба-Яга в основном – это хороший персонаж, призванный помогать людям. Но характеры бывают разные. Отсюда и расхождение в легендах, образах и внешнем виде. Вот такая она Баба-Яга. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте на позитиве. Всегда ваша Абдоленкова Наташа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!